Дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса Христа. Пусть Божий мир, пусть Божья радость, она благословит вас. Пусть сам Иисус Христос прострет руку и коснется вас, коснется в Духе Святом. У него нет предела. Хоть я сейчас говорю в записи, вы будете просматривать эту передачу в записи, но сила Божья, у нее нет лимитов, у нее нет границ. Я верю, что когда вы будете смотреть, Слово Божье коснется, и сам Дух Святой коснется вас во имя Иисуса Христа. Прежде чем я буду проповедовать, у меня есть такое слово, назидание каждому человеку. Кто научился с Богом грустить и решать свои проблемы? Знаете, мы иногда приходим к Богу, когда нам очень плохо. Знаете, когда уже к людям не придешь, ты уже приходишь только к Богу и говоришь, как тебе плохо. Говоришь о своих болях, о своих тупиках и так далее, о своем одиночестве, возможно. Люди приходят к Богу, бывает, что от трудности, как говорится в поговорке, гром не грянет, мужик не перекрестится. То есть, когда гром, когда есть проблемы, тогда человек бежит к Богу, обращается, он знает. И знаете, когда на войне реальные люди, которые были на войне, участвовали в боевых действиях, они говорили, когда еще была Вторая мировая, Великая Отечественная, они говорили, что во время войны, когда летели пули в солдат, они никогда не кричали «Ленин, помоги нам!» «Сталин, помоги нам!» Они кричали и обращались к Богу. То есть, очевидцы рассказывали, что к Богу. И знаете, что еще интересное? Что верующие тоже были на войне, потому что посылали всех. И неверующие прятались за верующими. Они стояли рядом с верующими, потому что знали, что Бог хранит этого верующего, и надо быть рядом с ним, и Бог действительно хранил. И поэтому я вот хочу сказать, досказать мысль. Кто научился с Богом грустить, приходить, когда тебе плохо, и решать свои проблемы, то я скажу, такие люди, они наполовину счастливы. А кто научился с Богом радоваться, еще плюс, не только грустить, но и радоваться, и веселиться с Богом, то тот счастлив на 100%, если вы хотите быть счастливы на 100%, а не на часть только, не на 50%, то вам нужно и в трудные минуты приходить в своей жизни к Богу, когда вам трудно и плохо, конечно, нам нужно обращаться к Богу. И когда нам радостно. Почему-то вот мы разделяем. Знаете, вот радость, она как бы больше относится к такому, знаете, греховным каким-то наслаждениям. И мы считаем, что вот, и поэтому с Богом нельзя радоваться, надо всегда грустить, одевать такие, знаете, грустные маски. И вот, Боженька, прости, и не улыбнуться, и не сделать никакого светлого лица. Мы знаем, в Библии сказано, что когда блудный сын пришел домой, написано, отец закатил пир, он переодел своего сына, и он приказал сразу зарезать бычка. Это означает, что будет жареное мясо. И он сказал, давайте есть и веселиться. И я думаю, что соседи присоединились к этой радости. И знаете, как заканчивается притча о блудном сыне? Что они начали есть и веселиться. А ведь Иисус это говорил, притчу прообразно упоминая грешного человека и святого Бога. Когда грешный человек приходит к святому Богу, то на небесах, а там праздник. Там написано, что все небеса радуются об одном кающемся грешнике. Не плачут, радуются. Аминь. Итак, тема будет называться «Сила принятия». Тема проповеди «Сила принятия». Мы живем в то время, когда Бог для человека сделал абсолютно все. И Иисус воскликнул на кресте. Кто помнит, что Иисус воскликнул на кресте? Прежде чем он умер, совершилось. «Совершилось» — это такое слово, которое означает «закончилось». Все. То есть Иисус, Он просто закричал из последних своих сил. Наконец-то! То есть закончил работу. Закончил эту работу. А что Он закончил? Почему Иисус висел вообще на кресте? Он восстанавливал отношения между человеком и Богом. Иисус пришел восстановить разорванные отношения между Богом и человеком. Знаете, что для многих Бог не является чем-то естественным. Ну, Бог — это вообще что-то непонятное. Его нельзя взять анализ, Его нельзя проверить, Его нельзя потрогать, понюхать. Я говорил уже, что нельзя Его почувствовать пятиорганами чувств. Хотя Он и может проявиться и в запахе, и коснуться тебя. И ты можешь заплакать, знаешь, от Его святости, от Его любви. Он просто прикоснется к тебе, и ты будешь плакать, будешь ощущать в себе, насколько ты все-таки грешный человек. Он может коснуться, тебе будет очень хорошо с Ним, да, на физическом уровне. Но Библия говорит, что Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Итак, Иисус на кресте закричал, совершилось. То есть Он закончил ту миссию, для которой Он пришел на эту землю. Что это была за миссия? Это была миссия по спасению человека. Раньше для человека было естественно общаться с Богом. Это было естественно. Вот как вы приходите домой, и дома есть мама, папа, братья, сестры, я не знаю, кто еще. То есть для Адама было нормально, когда дома был папа, мама. То есть он был в саду, и написано в Эдемском, Бог приходил к нему. Но дьявол обманул человека, человек повелся на эту ложь. И когда человек согрешил, то еще хуже, что он сделал после греха. Он не попросил прощения, а начал выкручиваться. Он, будучи конкретно зная, что нельзя делать, сделал. И плюс еще начал выкручиваться, обвиняя в этом свою жену. Он сказал, жена, которую ты мне дал, она мне дала этот плод, и я ел. Она виновата, и ты мне ее дал. Ты, кстати, тоже виноват. Но не я. Я чистый. Я ел, да, я ел. Но это она меня как бы вынудила. Поэтому Бог сказал, за то, что ты ел, за то, что ты послушался голоса жены твоей, то есть то, что ты чье-то мнение поставил выше моего, за это ты выходишь из рая. Бог выслал их из рая, но не покинул их. И начался долгий процесс восстановления, пока человек осознает то, что он грешен, и что ему нужен Бог, и покаяться, попросит у Бога прощения. Знаете, как люди сегодня каются? Боженька, прости, даже не принимают свое прощение. Они говорят, прости, Боженька, и живут дальше. То есть они как бы каждый раз просят прощения, но делают одно и то же, тот же самый грех. Нет, мы знаем, что Иисус сказал, покайтесь и веруйте в Евангелие. То есть нам нужно покаяться, принять Иисуса Христа, власть свыше. Тогда у нас дается новая натура внутри человека, которая не хочет грешить. И Иисус этими словами совершилось, то есть закончилось. Он указал на то, что теперь отношения между человеком и Богом восстановлены. Восстановлены. Что же делать тем людям, которые даже не знают об этом? Представьте, что Иисус пришел на эту землю, умер за всех людей. И не только за грехи их, но и за болезни, за проклятие, освободил их. И представьте, и люди этого даже не знают. Он для них это сделал, а они даже этого не знают. Он для них столько моря привилегий сделал. Иисус для нас сделал привилегии. Главное привилегия то, что ты можешь теперь идти во святое святых, к Богу, и ты проживешь эту земную жизнь, она у тебя закончится, и ты не пойдешь в погибель, ты не пойдешь в ад, в преисподнюю, но ты пойдешь на небеса, к своему небесному Отцу, к Богу. Ну, разве это не радостно? Люди готовы отдать деньги всего мира, чтобы их только не убили. Готовы сегодня цепляться за жизнь, как только можно, чтобы только остаться жить на земле. Почему? У них страх смерти. Мы знаем в фильмах, да, показывают, что человек готов все отдать. Почему? Потому что он ценит свою жизнь и считает, что она у него единственная. Но я хочу сказать, что жизнь физическая на земле – это не единственная жизнь. Еще будет вечная жизнь. После физической жизни здесь на земле будет вечная жизнь. Либо с Богом в раю, либо с дьяволом в аду. И новость в том, что каждый из нас выбирает, куда идти. Каждый из нас лично выбирает. Ведь мы же выбираем, делать мне грех или не делать. Меня же никто не заставляет. Я сам выбираю. Наша задача состоит в том, чтобы принять то, что Господь для нас сделал на кресте. Вот когда Иисус сделал это все, да, совершил, восстановил отношения между Богом и человеком, Он восстановил. Теперь через веру мы имеем мир с Богом. Наши отношения через веру во Христа восстанавливаются с Богом. Но что мне для этого нужно? Мне нужно это принять. Мне нужно эту информацию принять. Вы знаете, что мы, когда рождаемся в этот мир, мы никакой информации в себе не знаем. Кто говорит, что ребенок видит ангелов, пока он не говорит, что он знает много информации, потом, когда он начинает говорить, у него информация уходит. Но все это не подтверждено. То есть мы знаем, что человек, когда рождается, он лежит на кроватке, смотрит на тебя, пузыри пускает и больше ничего не может. Понимаете? Ничего он не знает. Всю информацию потом, которую он имеет за всю свою жизнь, накапливает, он эту информацию впитывает. Дома его обучает мама, там папа, потом учителя в школе. И он верит на слово всей информации, которую он слышит. И таким образом через веру, когда он слышит через слух, приходит в него вера. Вот представьте, ребенку в классе, он сидит, он не знает вообще математики. И ему учительница говорит, дорогие дети, сегодня будем изучать математику. Для вас это будет высшая математика. Два плюс два, сколько будет, дети? И дети никто не знает. Тогда учительница показывает, два кубика и два кубика, сколько будет? И она обучает их. И она говорит им, детки, два кубика плюс два кубика будет четыре. И знаете что, дети, они серьезно, никто из них не смеется, потому что это серьезная информация для них. Они ее серьезно воспринимают. И потом они верят, что два плюс два будет четыре. Но если бы вас научили, что два плюс два будет три, вы бы верили в эту информацию. Вы бы верили, если бы вам с детства рассказывали, что два плюс два это будет три, вы бы так и верили. Как вам расскажут такую информацию, вы и поверите. Итак, нам нужно знать информацию для жизни на земле. Конечно, нам нужно где-то учиться, нам нужно работать, нам нужно жить на этой земле, у нас должны быть профессии. Но я скажу, есть другая жизнь, и нам к ней нужно готовиться, это к вечной жизни. И чтобы к ней подготовиться, нам дано, скажем, 80 лет. 80 лет примерно человеку, кому меньше, кому чуть-чуть больше, дается, чтобы качественно подготовиться к небесам. Представьте, для кого-то это сложная информация, кто-то не может принять, как это, я еще, вот я вот закончу жизнь таким стареньким, и я снова начну жить. Да, ты снова начнешь жить. Твоя жизнь никогда не закончится, ты просто перейдешь из физической жизни на земле в духовную жизнь. И чтобы туда перейти в духовную хорошую жизнь, на небеса, тебе нужно с Богом общаться, тебе нужно его узнавать, и тебе нужно принимать ту информацию, новую информацию о Боге, которую ты слышишь. Итак, кто из нас вообще раньше знал, что Иисус умирал за мои болезни, за мои грехи? И теперь я, простой человек, могу быть прощенным Богом, и все грехи мои Бог может простить. Кто из нас раньше знал эту информацию? Никто из нас не знал. Ну, я, может быть, знал, я с детства с верующей семьей. Ну, и то мне пришлось поверить в 17 лет, посвятить свою жизнь Богу, будучи верующим. То есть сознательно перейти на путь Божий. А кто из нас верил с детства, что если ты болеешь чем-то, то ты не должен болеть, это не твоя болезнь, что Иисус на кресте болел, Он страдал за наши болезни. Кто об этом знал? А кто сейчас не знает? Сейчас большинство верующих не знают об этом. Они просто слышат, но они не верят в это. Они быстрее купят таблетки или какие-то препараты, чтобы вылечиться от какой-то болезни, чем верить Богу, что Бог может исцелить по вере. Слушайте, мы слышали сейчас вначале это слово о том, что верою пали стены Иерихонские. Верую. Если верою, поверив в Богу, можно увидеть такое чудо, что преграда, которая перед тобою, толщиной в 11 метров, может рухнуть, и ты можешь дальше пройти. Представь, что если твоя болезнь, у тебя есть болезнь. Никогда не говори «моя болезнь», это не твоя болезнь. Иисус пострадал. И я скажу, что чисто юридически не страдают за одно и то же преступление дважды. Если пострадал Иисус, ты не должен страдать. Тема проповеди так и называется «сила принятия». Вот если ты примешь эту информацию, что ты не должен болеть, я не говорю о том, что ты вышел без шапки на улицу в мороз, в дождь или в холод, и ты просто заболел, простудился. Понятное дело, ты заболел, ты просто не уследил за собой, ты нарушил естественные законы. Но я говорю о тех болезнях, которые передаются по наследству, смертельные болезни, болезни, которые лишают тебя радости, счастья в жизни, которые приносят тебе ущерб, дискомфорт. Ты не должен ими болеть, потому что Иисус на кресте, пророк Исаия пишет, умер за наши грехи и болезни. И ранами его мы исцелились. И я вам скажу, дорогие друзья, так же само, все аналогично, как мы сидели в классе и нам говорили, учительница говорила, серьезно, два плюс два будет четыре. Вот сейчас вам Господь обращается, используя меня, конечно, Господь к вам обращается и говорит, что я, то есть я говорю сейчас от имени Бога, Господь, то есть умер за ваши грехи и болезни, и вы должны быть исцелены. Многие люди это не принимают, и поэтому продолжают болеть и умирать от болезней. Но если вы поверите Слову Божьему, что написано в Писании, в Библии, то у вас произойдет чудо, вы будете исцелены. Какая бы болезнь ни была, послушайте, ни одна проблема не может быть выше Бога. Ни одна. Для Бога не существует проблем нерешаемых. У него одна проблема – это неверие человека. Это когда человек просто не верит, что Бог может это сделать. Вот у Бога единственное препятствие. Но если человек согласится с Богом, что значит поверить Богу? Это просто согласиться. «Господь, ты говоришь, и я тебе верю». Просто представьте, в классе все дети сидят, знаете, у них такие наивные лица, такие взгляды. Они прям такие сидят, все такие чистые, и слушают учительницу, которая говорит им. «Дети, сегодня мы будем решать серьезную задачу, я вас научу считать». И опять 2 плюс 2, да, 4. И все дети запоминают. И все верят. И потом спрашивают у друг друга, сколько будет 2 плюс 2? Все отвечают, 4. Вот сейчас у нас у всех спросить, вот здесь, у всех, у каждого спросить, сколько будет 2 плюс 2? Мы все знаем, сколько будет. А знаете откуда? Просто по одной причине. Однажды нас этому научили, и мы это приняли. Мы приняли информацию. Потом мы уже более сложную информацию принимали, научились вычитать, не просто слагать, да. Потом умножать, делить, пошли, 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 пошли. И все, чему нас учили, мы верили. Мы принимали другими словами, да. Мы верим, все, что нам учительница стоит впереди, говорит все правдой, все надо верить. Мы так относились. Поэтому относитесь, продолжайте так же к Слову Божьему. Все, что Слово Божье говорит, послушайте, все, что Библия говорит, все правда. И это надо принимать, если хочешь жить счастливо. Если ты хочешь жить полноценной жизнью, слушай, что Иисус тебе говорит. Потому что на кресте Он выполнил сложнейшую работу. Он умер за твои грехи. Представь, если бы Он не умер за твои грехи, вот если бы не было вот этого праздника, да, Рождества Христова. Он же родился не просто потому, что Ему захотелось на земле пожить. Он был и до земли, Он существовал на небесах. Он родился с целью, чтобы умереть за наши грехи. Нам помочь расплатиться за наши долги. Представь, ты взял кредит, ты не смог выплатить кредит, и твои налоги, эти проценты побежали, и все от тебя отбирают. Ты становишься полностью нищим, ты становишься банкротом, плюс ты становишься по жизни должником. Знаете, что есть люди такие? На самом деле есть. В прямом смысле слова такие есть люди, которые живут просто в больших долгах. И они знают, что они за всю жизнь не расплатятся. Так вот, я это перевожу в духовную сферу. Если у нас есть грехи, за грехи человеческие, да, вот когда человек сделал грех, он сделал преступление против Бога. Он никак не сможет заплатить за этот грех. Никак. Вот если ты какой-то грех сделал, запомни, за него нет упрощения. Если ты сам хочешь расплатиться за этот грех, нет упрощения. Даже если ты сделаешь доброе дело в противовес греху своему, это не покроет, и оно не будет считаться. Ты украл что-то, ты убил кого-то. Люди убивают не только физически, люди словами убивают людей, ранят, наносят ущербы страшные. Потом у других появляются комплексы. Комплексы неполноценностей, которые с детства тянутся. Откуда? Потому что кто-то своим языком ранил, убил, можно сказать, в человеке веру, и у него убил в нем все доверие к людям. Причем он физически ничего не делал. Но он такой же убийца, как и физические убийцы. И что человеку делать, который нагрешил много? Мы же с вами нагрешили много, мы же все с вами бывшие грешники. Нам нужно приходить к Богу за прощением. И просить у Бога, Господи, прости меня за все мои грехи. И омой меня своей кровью святой. И вы знаете, в этот момент, когда человек делает это с верою, в духе, в духовном мире сам Бог берет и смывает с нас все грехи и преступления. И твой криминальный регистр становится чистым. Там нет ни точки, ни запятой, никакого вообще намека на то, что ты когда-то либо грешил. Просто представь, вот что делает Иисус. Он это все сделал на кресте. Нам нужно смотреть на крест, откуда идет наш прорыв, наша сила. Иисус для нас все сделал. Что мне нужно теперь делать? Что мне нужно теперь делать? Принимать то, что Иисус сделал для меня. Конечно, не грешить. Аминь. Но мне нужно принимать. И вы знаете, что грех это сила. Это сила. Это реально сила, которая отталкивает тебя от Бога. И я вам скажу, чтобы тебе победить эту силу, тебе нужна другая сила. Тебе нужно принять от Бога силу, не грешить. Это новая жизнь. Наша задача состоит в том, чтобы принять то от Господа, что Иисус совершил на кресте. Ведь Он умер за наши грехи. Он умер за наши беззакония. Он умер за наши болезни. И ранами Его мы исцелились. И там все сказано, что это в прошедшем времени все произошло. То есть в настоящем времени я должен просто это принять. Я просто должен принять от Бога свое прощение. И я хочу указать на тех людей, которые все-таки поверили Богу и приняли прощение грехов. Вы знаете, что когда человеку рассказывается о вечной жизни, о любви Бога, о том, что Иисус умер за наши грехи, чтобы мы были свободны, и чтобы мы не были виновными перед Богом. Знаете, каждый грешник, он виновен перед Богом. Но если грешник воззовет к Иисусу о милости, Иисус милует, прощает все грехи, и ты становишься перед Богом чистым. Ты не виноват ни в чем. Все, что ты согрешил, все, что ты злое наделал, а каждый человек нагрешил много и наделал много, ты становишься чистым перед Богом. Люди научились принимать прощение грехов. Многие из нас приняли прощение грехов. Мы покаялись перед Богом. Мы помолились молитвой покаяния. Иисус вошел в наше сердце, просил нам все грехи. Но у нас есть сложности теперь. Теперь уже идет не два плюс два, идет другой пример. И нам уже сложно решить, и мы не знаем. Мы не можем принять его. Вот просто самый минимум мы приняли прощение грехов. Все, я попросил у Бога прощения, значит, у меня грехов больше нет. Иисус умер на кресте, он же страдал за мои грехи, не за свои, потому что он ни одного греха не сделал. А если, например, уже говорить не просто о грехах, а о проклятиях каких-то в жизни, о болезнях в жизни, то человека у него не хватает веры. Он не может просто принять свое исцеление. Слушай, но ты не думай, что ты его как-то заслужил. Ты не заслужил исцеление. Если у тебя рак, ты заслужил рак, значит, есть какие-то открытые двери. Ты делал грех или, я не знаю, проклятие по роду идет и пришло. Слушай, только не думай. Понимаете, люди думают, вот я не достоин получить исцеление. Я такой вот человек, я такой все-таки нехороший. Слушай, пойми одно, что ты ничего хорошего не заслужил. Ты и я, мы заслужили все ад. Ад, гореть в аду вечно. Это то, что мы заслужили. Но хорошая новость в том, что Библия говорит, что Бог богатый милостью, которую возлюбил нас, понимаете, и простил нам все грехи. Бог богатый милостью, прощает наши грехи. Не потому, что мы хорошие, потому что он хороший. И прощает плохих. Сделай все с Богом. Принимай от Бога хорошую жизнь, хорошую судьбу. Мир в твое сердце, в твой дом. Принимай. Многие люди, они настолько не хотят, чтобы Бог участвовал в их жизни. Они говорят, я сам справлюсь. Я что, глупенький что ли? Ему кажется, что он умный. И посмотрите, как живут звезды Голливуда. Как их красиво фотографируют. Как они красиво улыбаются. В каких домах они живут. И посмотрите, на какую, на страшную, на страшную, закулисную жизнь их. Сколько разводов. Это означает ссоры. Это означает предательство. Это означает боль. Тебе нужен этот особняк с такой жизнью? С четвертой женой? Нет. Мне нужна жизнь нормальная. В хорошем доме. Но я предпочитаю мир с Богом. Чтобы Бог устроил мою жизнь. Написано, Бог благословил мужчину и женщину. И благословил. Бог был третий. Если нет третьего, у тебя будут разорванные отношения. У тебя будет... Ты потом будешь слушать песни о печальной любви. О несчастной любви. Потому что ты свою жизнь построил без Бога. Это мы сейчас думаем. Молодой человек, такой перспективный. Я таких перспективных людей видел. Наркоманов. Которые просто разбивались. Я пьянец видел. Таких перспективных людей. И я думаю, Боже, это же перспективный человек. Но он спивается. Он уничтожает свою жизнь. У него проклятие в жизни. Почему? Он делает это без Бога. Ему нужен Бог. Ему нужно принять новую жизнь. Послушайте. Прежде чем мы. Дай Бог, чтобы мы никогда ни во что не вляпались. Но для этого мне нужен Бог. Мне нужно помолиться. Мне нужно пригласить Его в свою жизнь. Чтобы Он стал моим Господом. Значит, Господина. Чтобы Он стал моим Богом. Который говорит и управляет моей жизнью. Мы хотим себе добра. Мы хотим нашим детям добра. Мы хотим всем окружающим добра. Знаете, что это надо принимать от Бога. Добро исходит от Бога. И как апостол Павел сказал. Что я от самого Господа принял то, что и вам передал. Представьте, если бы апостол Павел не принял. Что бы он передал церкви? Какие бы мы послания сегодня читали? Читали бы только четыре Евангелия. А так у нас есть столько посланий. Апостола Павла для церкви. Которые необходимы. Представьте, мы должны от Господа принимать. Чтобы самим обогатиться. И обогатить других вокруг нас. Бог богат и милостью. Духовный мир богат и мир. И мы оттуда должны принимать благословения. Во все сферы нашей жизни. Тогда мы будем счастливы. Мы будем жить полноценной счастливой жизнью. И окружающие нас люди. Все будут благословенными. Все будут счастливыми. Это не утопия. Это не сказки. Это реальная жизнь. Аллилуйя. Давайте мы сейчас помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok.